Дай почитать. Это небанальный и нестандартный роман о поиске истины, о призыве выйти из ограниченного мерка своего существования, освободиться от назойливой официальной идеологии, зомбированности СМИ, устоявшихся за плесневелых стереотипов. Коу решается написать что-то совсем не похожее на канонический роман. Он помещает своих героев в некое герметическое и очень реалистическое пространство, оставляя злободневные проблемы политики, современной морали, разграничив добро и зло. И неважно, живешь ли ты на миллионы или на пособие или на зарплату. Джонатан Коу, как всегда, приправит все мистикой, и это придаст роману в конечном счете пикантность и неординарность. В этом острососуальном, детективно-фантасмагорическом, отчасти готическом романе нет линейного сюжета. Он как бы изломан, запутан. Герои, на первый взгляд, не связаны друг с другом. Рэйчел, ныне выпускница Оксфорда, но в детстве она столкнулась с жуткой, тайной, бешеной птичьей женщиной и карточным пауком. Чернокожая, одноногая Элисон, ну, правда, у нее есть протез, и ее когда-то прославленная мать. Преподаватель Лора, мечтающая найти эквивалент чувствам и подсчитать их. Несмотря на это, роман читается, что называется, на одном дыхании. Быстро и легко. Интригует и детективная линия. Неожиданно начинают пропадать влиятельные люди города. А также интригует и готические мотивы. Тайна черной башни, бешеной птичьей женщины, загадочный 11-этажный дом, уходящий вглубь в землю. Номер 11 – своеобразный символ. Это номер дома по Даунинг-стрит, где традиционно проживает второй лорд казначейства или канцлер казначейства. Это подземный этаж или таинственный гараж, столик в ресторане, номер автобуса. Число 11 стало причиной, по которой судьбы нескольких персонажей пересеклись. Любопытно, что Коу, как будто из разных, на первый взгляд, несовместимых историй, ниточек, плетет чудесный узор, отличающийся яркостью и целостностью. Но каждая из пяти глав романа не похожа на другие, ни по стилю, ни по общему настроению. Так «Черная башня» – это детский приключенческий роман. Вторая попытка – эссе из серии физиологических очерков. «Хрустальный сад мистика» – премия Уиншоу «Сатирический детектив». Какая подстава – классический детектив. Но это не мешает Коу, повторюсь, сплести художественную ткань или уместнее было бы сказать паутину повествования. Но главной идеей книги – в жизни нет ничего случайного и в том, сколько нужно мужества, силы и стойкости, чтобы жить и выжить в современном мире. Итак, Джонатан Коу, номер 11. До новых встреч!